Друзья, Рокетбанк, который я предлагал в качестве очень классного банка, резко поменял условия и, в общем, объявил о своей кончине практически. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. С прискорбием хочу сообщить, что один из моих любимых банков, это Рокетбанк, в общем-то, практически закрывается. В нем было все, что мы так любим. А мы любим что? Халяву. Друзья мои, этот банк был самый лучший, наверное, один из лучших по условиям. Почему? Ну, прежде всего, что мы больше всего любим? Мы любим, чтобы была халява, чтобы было бесплатно. Вот этот банк был, в общем-то, бесплатный. Здесь не было абонентского обслуживания, не было ежемесячной оплаты, в отличие от всех остальных банков, которые мы используем. Ну, например, у Тинькова, другого моего любимого банка, есть ежемесячная оплата. И, в общем-то, практически у всех банков тоже есть ежемесячная оплата. Банка без ежемесячной оплаты практически невозможно найти. Ну, вы скажете, что ничего подобного, Юра, врешь. У меня типа Сбербанк, вот он, без ежемесячной оплаты. Сбербанк у вас без ежемесячной оплаты, потому что у вас на него приходит зарплата. Все банки заинтересованы в этом. И зарплатный проект, то есть они продвигают зарплатный проект. Если у вас банк участвует в зарплатном проекте, то там обслуживание карты бесплатно. Все. Вот у меня нет зарплатного проекта. И, соответственно, я пытался открыть карту Сбербанка, когда у меня издохла бесплатная карта. Ну, в общем, мне это не удалось. Все банки, если это не зарплатный проект, они практически все платные. Это первое. Второе, чем был хорош еще, это банк хипстеров был. На самом деле, говорят, почему. Потому что, в принципе, этот банк был построен по принципу Банка Тинькофф. И все банки смотрели на Банк Тинькофф. Что за чудо такое? Как этот банк может существовать без офиса? А за счет того, что он существует без офиса, у него бешеная экономия, денег, оказывается. И Банк Тинькофф совершенно прибыльный. И проект, и очень удобный, на самом деле, оказывается. И поэтому Банк Тинькофф, он очень популярный. И по этому же принципу был построен Рокетбанк. Тут тоже нет офисов. Он абсолютно бесплатный. Еще одно преимущество было Рокетбанка. То, что в отличие от других банков, то есть практически очень мало банков можно найти, кроме Тинькофф, скажем. Где на остаток на карте начисляется процент. Здесь начислялся процент. Всегда начислялся процент. Но, скажем, вот какие я рекомендовал карты. Open Card, это от открытия. Чем он хорош? Тем, что, ну, процент не начисляется, но он хорош тем, у кого брокерский счет в брокерском доме открытия, во-первых. Во-вторых, там есть тоже программа лояльности, которая начисляет 2% кэшбэка. Мне это очень привлекает. Но, правда, этот кэшбэк идет, ну, 2% легко заработать. Идет баллами. Баллы можно обналичить только от 3000 рублей за покупку. Это плохо. В Рокетбанке тоже было, к сожалению, от 3000 рублей можно было обналичить тоже банками. Но, просто вот халява, это халява. Да, и процент на остаток. У Open Card нет процента на остаток, например, да? У Тинькова есть процент на остаток, но он платный. Что же послужило причиной вот этого конца? А именно это и послужило. То, что, ну, халява, но банк-то для того, чтобы существовал, он должен получать какую-то прибыль. Так вот, прибыли банк не получал. Он получал убыток. И банк в свое время менял, он переходил из рук в руки. Вот этот вот проект Рокетбанка. У меня был Рокетбанк от Тинькова. У меня был Рокетбанк, потом менялся он, перешел в открытие. Значит, у меня на моей карточке Рокетбанка написано «Открытие». Потом он стал Киви-банком. И вот неделю или две назад было заседание Совета директоров Киви. И на заседании Совета директоров было принято решение прекратить поддержку проекта Рокетбанк. Что происходит дальше? Дальше, значит, обо всем этом сообщили клиентам Рокетбанка. Если вы клиент, то вам об этом приходило письмо, в котором написано, что да, поддержка проекта прекращается, поэтому условия резко меняются. Уже, я смотрю, в личном кабинете уже нет начисления кэшбэка, уже нет, естественно, акции «Пригласи друга». И уже нет возможности обналичить, по-моему, Рокетрубли. Но деньги ваши не потеряны абсолютно. Что нужно сделать для того, чтобы не потерять деньги? Надо вывести их, естественно, с Рокетбанка куда-то в другой банк и написать заявление в Рокетбанк через личный кабинет о том, что я хочу закрыть счет в этом банке. Вот это важно. И еще один момент. Я посмотрел по тарифам. Старый тариф еще действует до 1 апреля. Уже совсем недолго осталось. До среды. Со среды действует новый тариф. А там 395 рублей в месяц. Ежемесячное обслуживание. И, по-моему, отменяется там процент на остаток. Ну, я не знаю уже дальше. Я не смотрел. До 1 апреля. Что надо делать? Ну, да, его погубило вот именно его то, что он самый хороший, сказать, ну, то есть бесплатно здорово, конечно, но банк не может существовать бесплатно. Вот так. Что нужно делать и какие банки, какие карты можно использовать вместо Рокетбанка? Ну, Тинькофф, я уже сказал, что у него есть ежемесячная плата. То есть он очень удобный, вот по всем параметрам, совершенно шикарный. Но есть ежемесячная плата. Если он у вас не участвует в зарплатном проекте, то, в общем сказать, вы платите за него. Хотя у Тинькофф есть процент на остаток. И у меня, как правило, процент на остаток гасит вот эту ежемесячную плату. Ну, а все остальные няшки у меня остаются там типа кэшбэк наличкой и так далее, и так далее, и так далее. Банк открытия. Он условный, опенкарт, условно бесплатный. Почему? Потому что если вы открываете опенкарту, у вас сначала берут 500 рублей при выпуске карты. Хотя говорят, что она бесплатная. Но почему он считается бесплатным? Потому что эти 500 рублей вам вернутся в виде баллов. 500 рублей будет начислено, которые вы сможете обналичить от 3000 рублей, когда вы накопите 3000 рублей, в общем сказать, баллами. Баллы очень легко там зарабатываются, потому что, ну, один процент дается вообще всем у открытия, а второй процент дается, если вы истратите какую-то минимальную сумму. Еще можно третий процент заработать, если у вас на счете будет не меньше 100 тысяч рублей. Но это, в общем, достаточно сложно сделать. Есть приятная еще новость о том, что открытие опенкарт и опенброкер – это, в общем-то, одна практически семейство, по крайней мере. И чем хороша опенкарт, тем, что там есть личный кабинет, и из личного кабинета вы просто одним движением можете перевести деньги на брокерский счет. Он у вас прямо виден там в личном кабинете опенкарт и обратно, собственно говоря. То есть вот это вот очень здорово на самом деле. Во-первых, во-вторых, сейчас они более тесное взаимодействие начинают, и остаток денег на брокерском счете будет учитываться при остатке на опенкарт, поэтому это становится очень интересно. Но там нет процента на остаток. Какую карту можно использовать вместо рокетбанка, которая наиболее близко по своим условиям, я нашел такую карту, которая наиболее близко по условиям соответствует карте рокетбанка. То есть бесплатное обслуживание, 1% кэшбэка наличкой, то есть как бы зачисляется живыми деньгами, которые можно истратить, и ежемесячно начисляется. И бесплатное обслуживание. И даже есть процент, насколько я помню, на остаток по счету. Это карта Совкомбанка. Халва. Друзья мои, условия совершенно потрясающие. Они точно такие же, как у Рокетбанка, если вы поставите галочку, что вы используете эту карту как дебетовую. Там есть два режима. Есть режим дебетовая, есть режим карта скидок, карта рассрочки. Вот, чем хороша халва. Карта рассрочки. Они очень сильно это рекламируют. Но с картой рассрочки, друзья мои, есть небольшой нюанс. Да, вы получаете здесь потрясающие условия. То есть вы покупаете товар до 120 тысяч рублей в рассрочку. Там нет кредита. Рассрочка есть три месяца. Но потом вы начинаете платить. Не дай бог вам пропустить минимальный платеж. Не дай бог вам пропустить платеж. Там проценты будут совершенно фантастические. Сразу включаются. То есть здесь есть некая ловушка, которая... Ну, блин, ребята, надо дисциплину соблюдать. Вот и все. Вот. Кроме того, у халвы, как и у Рокетбанка, можно снимать наличку, насколько я понимаю, в любом банке. Но там тоже есть ограничения. Потому что если вы снимаете меньше там определенной суммы, то комиссия зашкаливает. И тоже здесь надо очень-очень внимательно смотреть. То есть есть ловушки. Если вы используете ее как карту скида, карту беспроцентной рассрочки, очень внимательно советую посмотреть на условия. Потому что, ну, они там есть. Там можно попасться на очень неприятные штуки. Если вы что-то там просрочите или проморгаете, потом будете долго плеваться. Сразу могу сказать. Но этих проблем нет, если вы поставите галочку, что вы используете карту халва как дебетовую. Тогда все условия совершенно шикарные. Вот. Я вас предупредил. Если как используете как карту рассрочки, блин, ребята, условия тоже совершенно шикарные, но требуют от вас максимального внимания, максимальной дисциплины. Ну, как и всюду, собственно говоря. Какой еще есть минус? Некий у карты халва то, что она неименная. Значит, здесь ее можно тоже прикладывать. Вот. Есть минус в чем, что если у вас ее сперли, то, в общем сказать, и вы ее используете как карту рассрочки, то, в общем сказать, не удивляйтесь, что у вас там сразу пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ну, люди, которые, так сказать, найдут вашу карту халву, они воспользуются ею всенепременно по максимуму. Если вы используете ее в качестве дебетовой, и там будет небольшой остаток, то, в общем, никаких проблем не будет. Максимум, что вы потеряете, то, что есть. А здесь вы потеряете то, чего у вас нет. Вам кредит начислят. И вы не сможете отмазаться. Вот такая штука. Сейчас я торжественно отменяю у себя, у меня было под каждым видео рекомендации Рокетбанка, я меняю ее на дебетовую карту халва. Я вас предупредил, что халву, ну, наверное, лучше использовать в качестве дебетовой, потому что я принципиальный противник всяких кредитов и даже рассрочек. Но если у вас не хватает денег, то халва очень даже вполне подходит и в качестве вот такой. Карта халва имеет, я уже сказал, там три режима. Один режим это чисто кредитная, чисто карта рассрочки. Второй режим чисто дебетовая карта. И есть промежуточный режим, с которым она сразу выдается. Это карта смешанного типа. То есть, если у вас денег нет своих, то это считается карта рассрочки. Если там есть ваши деньги, то это дебетовая карта считается. Вот так. Но с картой рассрочки будьте осторожны, там 120 тысяч кредитного лимита, на который вы можете налететь. Вот так. Поэтому я вас всех предупредил про Рокетбанк. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Поставьте, пожалуйста, лайк. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok